Справедливость в отношении этой книги требуют украинцы напротив российского посольства в Киеве. Последователи учения Фолуньгун призвали Москву остановить нарушение прав их российских единомышленников и исключить книгу Джуань Фолунь из списка экстремистских материалов. Книга, которая содержит в себе принципы истинного доброта, терпения, разве может нести экстремистское содержание? Она несет настоящую человеческую природу, природу доброты, природу взаимопонимания, природу правильных отношений между людьми. Три года назад Первомайский суд Краснодара причислил книгу, в которой изложено учение Фолуньдафа к экстремистским материалам. Решение было принято в тайне от последователей учения со многими нарушениями. И, как заявляют участники акции, не без участия китайских властей. За пределы Китая распространяется ложь и клевета на Фолуньгун. И это все происходит из-за давления Компартии Китая на государственные органы разных стран за пределами Китая. В 1999 году китайские власти развязали масштабную кампанию репрессий против Фолуньгун. Бывший лидер Компартии Китая Дзян Зиминь усмотрел в популярности практики угрозу своей власти. Фолуньгун занимался приблизительно каждый 12-й китаец. С тех пор на протяжении 13 лет людей подвергают незаконным задержаниям, заключению в тюрьмы и исправительные трудовые лагеря. Репрессии продолжаются по сей день. По данным информационного центра Фолуньдафа, множество людей подвергают пыткам и даже лишают жизни. Россия стала второй страной после Китая, где запретили читать книгу Фолуньгун. Кроме того, в список неугодной литературы попал и материал двух канадских правозащитников – отчет о проверке и утверждении об извлечении органов у последователей Фолуньгун в Китае, а также два информационных листка, призывающих остановить репрессии. Само по себе это кричащий акт невежества, некультурности и агрессии. Это лоббирование каких-то узких кругов в России. Правозащитник Максим Гафиак считает, что федеральный список экстремистских материалов составлен некомпетентно, и он ограничивает свободу выбора россиян. Такая политика, которая проводится именно этим законом об экстремистской деятельности, который очень невыверенный, очень сырой и очень, можно сказать, юридически дырявый, он дает почву для злоупотреблений, это как раз и наносит ущерб тем приоритетным ценностям, которые есть и которые должны быть в российском обществе. 16 февраля Европарламент принял резолюцию по России. В ней осуждается неправомерное использование антиэкстремистского законодательства в отношении российских граждан, занимающихся духовной практикой фалуньдафа. NTD. Киев. Украина.